Теперь в качестве питьевой продукции сомнений не будет. На предприятиях Алтайского края начали маркировать воду. Благодаря этому можно узнать название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства, а также срок годности и артикул. Кроме того, маркировка позволяет отследить весь путь товара с момента производства до момента продажи потребителю. Маркировка вводилась поэтапно. Первый этап – это для производителя минеральной воды с 1 декабря. С 1 марта маркировка стала обязательной для производителей прочей воды. Это в основном бутилированная вода, которая разводится по офисам. Одно из предприятий, где уже маркируют воду – Барнаульский пивоваренный завод. Здесь производят четыре наименования питьевой и минеральной воды. Нововведения на производстве ввели в сентябре прошлого года, до официального ввода маркировки в стране. Пришлось докупить специальное оборудование, которое позволяет наносить датаматрикс-ходы на единицу упаковки, считывать кейсы групповые и клеить дополнительные коды. Мы должны наносить коды маркировки на каждую единицу продукции на первом этапе. Следующий этап – это групповая упаковка. То есть каждая упаковка, содержащая определенное количество бутылок, должна иметь свой код, при считывании которого мы можем узнать, какие коды вложены в эту упаковку. Ну и третий этап – это палетная маркировка. Когда мы в палете, считывая код, должны знать, какие коды маркировки каждой единицы продукции присутствуют в этом палете. Всего в Алтайском крае 17 предприятий, которые занимаются выпуском воды. 8 из них уже маркируют продукцию. Одно предприятие еще настраивает оборудование. Там пока торгуют запасами, которые произвели до 1 декабря. В планах Министерства промышленности и торговли России к 2024 году сделать маркировку «Сплошной» для всех без исключения товаров. Елена Самарина, Михаил Лифуншан. Новости.